Слава Господу, братья и сестры! За милость Господню, чтобы мы сегодня смогли своими ногами войти в дом молитвы и служать Божье Слово, служать прекрасное пение, которое прославляет имя нашего Господа. Это есть прекрасные дни в нашей жизни, быть в доме молитвы, в доме Божьем и утешаться Господом. И я хотел бы сегодня, чтобы мы обратили внимание на некоторые места священные писания. Мы в эти дни очень часто, может быть, даже с братьями читаем те же самые тексты, потому что у нас та же самая Библия. И с покон веков, и вообще Слово Божье, оно живо и действует. В наши дни оно актуально, оно касается нашего сердца. И Дух Божий говорит сегодня к нашему сердцу. И Слово Божье, оно живо, и оно действенно. И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа. Это имеет эту силу Слово Божье. И пусть Господь благословит нас в этом служении. Хотел бы обратить на первое место священного писания наше внимание. Это записано в 16 главе Евангелия от Матфея, 15 стих. Или даже возьмем немножко выше, 13 стих, 16 главы Евангелия от Матфея. Здесь мы находим момент, когда Господь в Своем служении, проповедуя, общаясь с народом, они шли. Здесь написано, что они пришли, 13 стих этой главы 16. «Пришедший же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого. Они сказали, одни за Иоанна, Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Иоанн, потому что не плоти кровь открыла тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Этот вопрос, он не только прозвучал в присутствии учеников Господа, этот вопрос очень актуальный и сегодня. Кто для нас лично является Иисус Христос? Действительно, здесь, когда Господь спросил учеников, и Он говорит, за кого почитают Меня люди? И ученики, идя с Господом, говорят, «Мы слышали, они почитают тебя за Иоанна, Крестителя, другие почитают за Илью, иные почитают за Иеремию, или из пророков». Действительно, в наши дни, в нашей жизни мы можем слышать разные толки людей, которые говорят, мы думаем, просто Он был один из святых людей, из праведников, один из, как бы, следующих пророков, и после него еще пришли некоторые пророки, которые возвещали, как бы, Божию истину. Но Господь не начал с ними говорить об этом, а Он сразу обратился к ним лично. И Он говорит, а вы, лично вы, за кого вы Меня почитаете? Этот вопрос стоит перед нами, перед каждым человеком на этом земле. Кто является Иисус Христос лично для тебя? Кто Он является? Является ли Он просто пророком? Является ли Он просто знатным раввином в Израиле? Является ли Он просто умным человеком или нет? Он является Сыном Божиим. И здесь апостол Петр, ученик Господа, сказал, Симон же, Петр отвечает, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Господь ему говорит, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что плоти кров, не плоти крова, открыла тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах». Приходит вот это откровение о Господе, о Иисусе Христе от Бога в нашу жизнь. И блаженны мы, как блаженны Петр, которому это было открыто, что Иисус не просто важный человек, не просто раввин, но Он Сын Божий, Он является Христос. И мы будем читать другие тексты Священного Писания, повествующие о Господе. Я хотел бы, чтобы мы открыли также Евангелие от Луки. Этот текст уже читался, и мы будем читать его снова. Хотел бы обратить внимание на некоторые слова, которые здесь были сказаны. Евангелие от Луки, вторая глава, мы откроем восьмой стих и ниже. Вторая глава, восьмой стих. В это воскресенье мы имели прекрасное служение вечером, и молодежь, и дети пытались показать, что произошло в то время. И здесь мы читаем такую историю, что в той стороне, восьмой стих, были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу, и на земле мир, и людям благоволение». Этот текст, он очень приятный читать, слышать. И всякий раз, когда мы слышим его, здесь мы видим, что Бог есть верный Бог. Когда мы читаем книгу пророка Исаии, где Бог Духом Своим Святым говорил, через пророка обращаясь к народу своему, прошло очень много времени. Богословы говорят, прошло почти 700 лет. Это не 7 дней, это не 70 лет, это не 100 лет, но прошло 700 лет. И вы знаете, здесь, когда это произошло, когда эти пастухи были на этом поле, ухаживали за этими овцами, мы читаем здесь, что внезапно в этой темной ночи воссиял сильный свет, и явились ангелы Господни. И написано, что слава Господня осенила этих пастухов, этих людей. И они весьма напугались. Я думаю, каждый из нас, если бы мы были ночью, и вдруг внезапно засиял свет, это реакция наша телесная, мы напугались бы, мы отпрыгнули бы, мы напугались очень сильно. Сердце наше бы сильно билось, мы бы пытались понять, что происходит. Если мы видим, что они видят, эти пастухи видят ангелов Божьих. Это было сильное сияние света, это было сильное видение. Я не знаю, как бы мы в своей жизни поступили, если Бог удостоил нас и дал нам возможность увидеть ангелов Божьих, которые не просто появились и исчезли, которые находятся над тобою. Они сияют, и они еще больше обращаются лично к тебе. И здесь мы видим, что ангелы обратились к этим пастухам, и они сказали, не бойтесь. И ангел говорит, я возвещаю вам великую радость. Это не просто была такая маленькая радость, или какая-то такая новость, что у них будет все хорошо, что их неостыда увеличатся, может быть, и в них больше будет этих овец, у них лучше что-то будет. Но здесь ангел Господень явился к этим пастухам и говорит, я возвещаю вам великую радость. В великую, которую, как можно представить, великую радость. И эта радость не будет только для вас, пастухов. Эта радость будет, как написано, всем людям на земле. Что это за радость? Что произойдет такое радикальное, что принесет радость всему земному шару? Миллионам, миллионам, миллиардам людей. Что это за радость? Они, недоумевая, находятся в этом страхе. И здесь ангелы им открывают, что это за радость. Он говорит, ибо ныне родился, 11 стих, вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. Великая радость. И ангелы говорят, что родился спаситель. Представьте себе, прошло 700 лет после слова, которое Господь изрек через пророка Исаию. Эти слова пророческие были читаемые в синагогах еврейских. Люди, читая эти слова, читая пророка Исаию, думали, ну когда же придет этот день? Прошло, может быть, много-много поколений. И, вы знаете, я вспоминаю, когда были моменты, когда было служение, молитвы были, были изречены пророческие слова. И, вы знаете, люди спрашивали, когда это все исполнится? И, вы знаете, когда вот ты слышишь слово от Господа, и ты думаешь, ну когда это придет в действие? Когда это Господь исполнит? И, вы знаете, проходит год-два, и как-то, знаете, люди забывают, что говорил Дух Святой, обращаясь к тому и иному сердцу. Но проходит 20 лет, 25 лет, и человек говорит, знаешь, пришло то время, я смотрю на свою жизнь, и Дух Святой говорил, Дух Святой предупреждал меня, а ныне пришло исполнение в мою жизнь. Я-то вижу, я вижу, что Господь есть Бог верный, Он есть Бог истины. И мы читаем, что Бог, когда Он что-то говорит, Он стоит и бодрствует за Своим Словом. Он наблюдает, чтобы то Слово, которое Он сказал, чтобы оно было исполнено. И мы видим здесь, что прошло 700 лет, и являются ангелы. И они объявляют этим пастухам, что ныне, ныне, сейчас, 700 лет, больше не нужно ждать. Не нужно больше ждать еще 100 лет, еще много поколений. Но сегодня, в этот день, Бог исполняет свое Слово. Говорит, что в городе Давидовом родился Спаситель. Да, в то время они были под игом Римской империи, она управляла ихной всей жизнью, были поменены законы, были поставлены уставы Римской империи и власти, люди чувствовали себя в порабощении, не были рабами, но и не были свободными. И здесь Господь, то есть ангелы здесь открывают, что родился Спаситель. Тот, который спасет, тот, который освободит. И этот, Он не просто Спаситель, но Он есть Христос, и Он есть Господь. И написано, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И написано, внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающего. Слава Вышних Богу и на земле мир, в людях благоволение. Господь обратил свое внимание к человеку, и свое благоволение направил к человеку. И ангелы поют, это есть великая радость, исполнение Божьего Слова. Пришел, родился Спаситель, который есть Христос, Господь. Откроем следующий текст Священного Писания. Это записанная книга пророка Исаии, 61 глава, мы откроем первый стих. И прочитаем. Здесь именно те слова, которые Господь изрек через пророка Исаию. И он говорит такие слова. Сейчас это первая глава. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господнее, благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Бог говорит через пророка, что придет Мессия, что он говорит здесь, Дух Господа Бога на мне, и какой план для Мессии на этой земле, для того, чтобы исцелять сокрушенным сердцем. Это сделает Мессия, это сделает Христос. «Проповедовать пленным освобождение и узникам на свободу». Придет момент, когда вот этот Мессия, он освободит измученных, людей, которые измучены грехом, измучены своей совестью, которая их мучит. Вы знаете, как в Старом Завете мы знаем, что люди приходили в храм, приносили жертвы, но они не были святыми. Они просто на все приносили жертвы за грехи, их, и закон не мог очистить их, но и совесть. Вы знаете, бывает такое, я думаю, что в нашей жизни мы переживали, когда мы что-то натворили в детстве, или кого-то обидели, что-то сказали, и мы попросили прощения. Мы говорим, прости меня, я ошибся, и мы получаем прощение. Но наша совесть, это есть голос такой, который не оставляет, бывает, и человек годами ходит, говорит, зря я этого сделал. Уже я хотел бы, чтобы все было хорошо, я хотел бы, чтобы отношения были прекрасны. Человек меня простил, но я чувствую, что уже нету того близкого общения, которое я имел. Это совесть говорит. И она не дает покоя людям. Люди снова идут, и снова просят прощения. Просят, чтобы за них помолились, просят, чтобы человек простил их от всего сердца. И Бог дает свободу. Но когда пришел Господь, когда коснулась благодать Божья человека, она простила нам грехи и очистила нашу совесть. И мы теперь можем идти в нашей жизни и не можем томиться. У нас же нет чувства, как бы, мучения. Мы прощенные, омыты кровью Христа. И здесь Господь говорит через порога Исаию, что сделает этот Мессия. Он освободит пленных. Он простит им грехи. Он исцелит эти сокрушенные сердца. Он вот этих узников, которые были в узах, в тюрьме, пораженные грехом, он откроет эти темницы. И настанет время, когда человек свободно выйдет. Он может свободно дышать. Он сможет свободно смотреть на других людей. Он сможет свободно смотреть на чистое синее небо, потому что Мессия прикоснулся к его сердцу. Мессия пришел в его жизнь. Это и есть промысел и план Божий, открыть эти темницы. И здесь Бог говорил через порога Исаию. И Он говорит дальше, третьим стихом, Он возвестит сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача елей радости. Человек плачет, томится, трудно, но пришел Господь, прикоснулся к человеку, простил, помиловал, приходит елей радости. Человек может радостно в своей жизни, хотя трудно, физически трудно, может быть, нюансы разные встречают, но елей радости в твоей душе, в твоем сосуде. Ты имеешь радость, которую мир не может отнять и не может дать. И здесь говорит дальше, вместо унылого духа славная одежда. «И назовут их, кого спасенных, сильные правдою, насаждение Господа во славу Его». Особый статус в Божьем присутствии. Особый статус с Господом. Следующий текст мы также прочитаем, когда Господь, это записанная Луки, 4 глава. Мы прооткроем 18 стих. Луки 4, 18. Возьмем немножко выше 16 стих. Здесь Господь, написано, «Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать ледо Господнее благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал им говорить, «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Представьте, прекрасное слово, прекрасное откровение. В то время Господь взял книгу пророка Исаии, прочитал его, все смотрят на него, все думают, что он дальше будет говорить, и он сел. И он говорит, «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». Утверждение Божьего Слова, «Ныне это Слово исполнилось». Вот что здесь Господь говорит, «Я пришел, чтобы дальше, мы читаем, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение». Господь и цель на этой земле. Действительно, когда мы читаем здесь, что «Дух Господень, и Он помазал меня». Помазанник Божий, это и есть Христос. Он есть тот, который Бог предвещал, и Господь говорит уже к иудеям, что «Я тот». Это Слово исполнилось. Поэтому мы сегодня не просто вспоминаем дату, не просто вспоминаем то, но мы вспоминаем то, что Господь исполнил Своё Слово. Он верен и истинен. Хотя прошло много лет, но это пришло в действие, и Господь пришел на эту землю для чего? Для того, чтобы людям дать спасение. Для того, чтобы людей спасти от грехов их. Для того, чтобы изменить жизнь людей на этой земле. Это есть радость. Это есть то, что никто на этой земле не мог дать людям. Только мог дать это Иисус Христос и план Его для спасения рода человеческого. Поэтому мы радуемся. Поэтому мы ликуем. Поэтому наше сердце радуется, что Господь есть наш Спаситель. Он есть Тот, Который Отец предназначил, чтобы спасти нас от грехов наших. И мы сегодня живем в Его присутствии, в Его любви. Следующее слово, которое я почитаю, это записано Ефесянам 1 глава. Ефесянам 1 глава, 6 стих. Апостол Павел здесь использует такие сильные слова с сильным значением. 6 стих написано «В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Когда я прочитал этот текст Священного Писания, такие сильные слова, и так видно, что здесь заложен очень большой смысл. Большой смысл. 5 стих говорит «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Я пытался понять, что значит «облагодатствовал». Есть благодать, недослуженный дар, когда Господь обратил свое внимание и просто помиловал человека. Когда здесь апостол Павел использовал слово «облагодатствовал», я пошел и поскал, думаю, и что это значит. Смотрите, что Господь облагодатствовал, то есть не только очистил нас от грехов, но и сделал нас любезными себе. Бог обратил человеку внимание и не только простил грехи, когда человек просит «Господи, прости мне грехи», но Он еще приблизил нас к себе. Он еще назвал нас детьми своими. Он нас взял в свою семью. Это лучший статус. Когда чужой человек допустим человек бывает момент, когда человек сирота, нет ни отца, ни матери, бывали, как мы видели вот эти вечером, этот рассказ, когда умирает мама, умирает отец, и бывает такое, очень часто в этой жизни, когда в этом мире такое происходит, особенно, когда было во Второй мировой войне, которая коснулась Европу, Восточную Европу, и было очень много детей, которые остались сиротами, не было отца и не было матери. Нам это не понять, потому что мы, может быть, не имели этого в нашей детстве. Мы не знаем, что это значит не иметь отца. Мы не знаем, что такое не иметь матери. Мой отец, он, конечно, рассказывал, он вырос с мамой. Отец его не было. Его забрали в заключение, и он там умер. И он всегда как-то рассказывал так свое переживание, как-то было ему трудно, когда он смотрел на других семей, которые жили вокруг них, и у них какой не был красивый, некрасивый, богато жили, бедно жили, но был отец в доме. Может быть, кого-то был отец, а матери не было. И вы знаете, когда здесь мы читаем, что Господь пришел и обратил свое внимание, и он усыновил, он просто на все своей любви не просто дал нам бублик, не просто нам дал какое-то печенье и сказал, ну дальше иди, пусть за тобой ухаживает. Но он не только угостил, он тебя взял к себе. Он проявил любовь к тебе, которую другие не проявляют. Это такое близкое помилование, это такая радость, это такое счастье, когда вдруг в твоей жизни становится все прекрасно, у тебя появился как бы отец, у тебя появилась как бы мать. И здесь Господь вот именно обращает к этим унылым, к этим заключенным, измученным, тем, которым очень трудно, которые побиты грехом. И вот Господь не только просил, а взял к себе, усыновил, удочерил, проявил свою заботу и даже сказал в своем обетовании, что даже если у вас есть мать оставит вас, то я Бог, полный любви, полный сострадания, никогда вас не оставлю. В этой жизни действительно мы имеем прекрасную надежду в своем сердце, что как бы жизнь ни была в этом мире, с нами Отец наш Небесный, Он всегда заботится за нас, Он всегда окружает нас своим присутствием, Он всегда нам посылает силу, дает нам силу Святого Духа, чтобы нам идти в этой жизни, чтобы нам противостоять всем козням, побеждать. И когда трудно спотыкаемся, трудности приходят в жизнь, мы взираем на Его славу, на Его силу, получаем подкрепление от Него, встаем и дальше идем и радуемся, и славим имя нашего Господа, потому что мы знаем, что мы особые люди, мы спасенные Богом люди. И действительно это есть благословение, это есть счастье, когда в нашей жизни пришел Христос. И это сегодня мы говорим, об этом проповедуем смысл Рождества, смысл прихода Христа на землю, это не просто был пророк, это не просто был раввин, это есть Христос, Божий Сын, Спаситель мира и Спаситель нашей души. Пусть Господь благословит нас. 1 Петра сегодня брат цитировал текст Священного Писания, 1 Петра, 2 глава, 9 стих, написаны такие слова, я прочитаю, здесь апостол Петр говорит такие слова, обращаясь к верующим людям, которые приняли Иисуса Христа Господом, которые приняли Его как Спасителя своей души, приняли Его жертву, приняли Его кровь для прощения грехов и стали детьми Божьими. Апостол Петр к ним обращается, к нам обращается и он говорит такие слова, но вы род избранный, царственное священство, народ святой. Каким образом? Каким образом этот народ стал святым? Посредством крови Христа, посредством веры в единого Сына Божьего. это дает статус человеку на этой земле быть народом святым, быть народом избранным. Сегодня мы можем слышать, как люди цитируют текст Священного Писания и присваивают его себе, будучи не в этом состоянии. Это неправильно. Это особый статус особых людей, посвященных себя Господу. И Петр говорит, вы, спасенные, вы род избранный, вы царственное священство, вы народ святой, вы люди, взятые в удел Божий. Для чего? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Через что? Через Мессию, через Иисуса Христа, через Господа, через Божьего Сына человек получает примирение с Богом. Были не народ, были под гневом Божьим. Гнев Божий возгорал на людей посредством жертвы Христа. Иисус примирил нас с Отцом, дал нам усыновление. И это есть радость, и это есть благословение знать, что Бог положил милость на тобою. Я хотел бы, чтобы мы молились после этого слова, чтобы в нашей жизни всегда была молитва, чтобы мы преображались. Я вспоминаю текст, когда Господь взял учеников на гору, и они там были. И написано, что когда Он молился, Он преобразился. И они, проснувшись от своего сна, увидели, что около Него стоят Илья и Моисей. И они возрадовались, они напугались также в этот момент. Но что интересно, что когда Иисус молился, Он преобразился. И вы знаете, это слово напоминает нам и мне. Когда мы молимся, когда мы находимся в Божьем присутствии, мы преображаемся. Наше сердце меняется. Бог меняет нашу жизнь. Бог вставляет наше сердце надежду. И мы можем идти и следовать за нашим Господом, славячи Ее имя, Ее Святое, потому что Он достоин славы. Давайте мы встанем на молитву и будем молиться нашему Господу.